Шварцерт Школа появилась тоже именно в Йоткранте Старое название поселка Шварцерт, Черный берег Впервые он упомянут в исторических хрониках, аналах в начале 15 века В 1429 году как деревня, платящая дань ордену крестоносцев В Йоткранте единственный поселок на Неринге, через который проходит главное шоссе Она начинается на 18-м километре дороги с Мелькиня-Нида И ближе всего подходит к морю, потому что это самое узкое место косы До моря тут всего полтора километра тропами пощи Сянгиря Где на высоких параболических дюнах растут столетние деревья Меж которыми открываются глубокие лощины Кто через тысячу лет след твой найдет отчизна? Предков цветущая вотчина, где песни мои звучали Но печальное место ни за что тебя не разлюблю я Каждое росшее деревце здесь в своей груди сохраню Ибо я сам здесь родился меж прудов и садов зеленых Бережно мама с отцом меня за руки тут водили, здесь и почили И, быть может, в раю меня все еще любят Писал Людвиг Гедемин Мартин Реза Возможно ли еще где-нибудь в мире найти столь прекрасное и необычайное место, Которое мы по праву могли бы назвать Северной Сахарой? Это неповторимое творение Божье Подлинное чудо природы несколько тысяч лет назад создано отступающим ледником на берегу моря, Которое мы сейчас называем Балтийским Ни раз и не два дома, костелы, целые деревни пожирало иное море Море неуправляемого песка Но люди переселялись на другое место и все начинали сначала Одна лишь ее открытия Малый поселок, окруженный первобытной пущей Сянгиря, устояла против наступающего на нее песка Воды с обеих сторон, омывающие узкую песчаную полосу куршской косы, придают ей неповторимую атмосферу Едва въехав в йод кранте, всем телом чувствуешь струящую сквозь одежду прохладу куршского залива В здании старой школы, теперь это центр культуры Людвига Резы, в 1807 году по дороге в Клайпеду Тяжело больная Тифом провела ночь легендарная прусская королева Луиза А король Фридрих Вильгельм ночевал на почтовой станции В йод кранте побывало много известных представителей европейской культурной элиты Французский философ Дени Дидро, австрийский невропатолог, психиатр, психолог, родоначальник психоанализа Зигмунд Фройд Философ, писатель Жан-Поль Сартер посетил Нерингу в 1965 году, а в 2015 году эти края вновь посетила королевская семья Шведский король Карл XVI Густав с королевой Сильвией Ее величество было очаровано пейзажами и пожелало остаться на ночь Но, увы, во всей Неринге не нашлось апартаментов, приличествующих королевской стати С Нерингой, а особенно с йод кранте, неразрывно связана жизнь Людвига Гедемина Самартина Резе Годы жизни 1776 по 1840 Он последний знаменитый представитель литовской культуры Восточной Пруссии Последнее героическое усилие сопротивления германизации Сохранения духовных ценностей народа, воплощенных в творчестве Данилайтиса, фольклоре, старой литовской письменности Вместе с тем он был живым звеном, соединившим растущую культурную жизнь Литвы начала XIX века С культурными традициями литовцев Восточной Пруссии Посредником между Короляучусом, Кёнигсбергом и Вильнюсом Мы помним Людвига Резу и как объединителя литовской культуры Не обращавшего внимания на государстве и конфессиональные барьеры Строящего мост между литовцами, живущими на противоположных берегах Немана По словам Резы, прусской Литвой и русской Литвой Реза был профессором-литовцем И поэтому большим авторитетом для деятелей нашей культуры Они считали за честь поддерживать с ним личные отношения Его труды тут же распространялись в Литве На них опирались, по ним учились Влияние Реза умножало и то, что его имя было овеяно ореолами имен мировой известности Иммануила Канта, Вильгильма фон Гумбольта, Юаганна Вольганга фон Гёте, Адама Вицкевича Благодаря ему мир узнал о существовании времен года Данилайтеса О богатом поэтическом творчестве литовского народа О том, что сам народ еще жив Он первым перевел на немецкий язык и издал времена года Реза знаменует собой раздел между двумя духовными культурами литовского народа Старой, по большей части религиозной и новой, светской Он и сам был священником, профессором богословия Переводил Библию, интересовался религиозной литовской письменностью Однако заботился и о мирских делах Реза любил художественную литературу Сам писал стихи Он по праву считается зачинателем литовской фольклористики Первым стал систематически собирать и научно изучать песни, дайны и мелодии литовского народа Поддерживал их популярность в научном сообществе короля учуса и за границей Сохранять литовское песенное наследие Реза начал сразу после окончания студий Начатое им широкое литванистическое движение не угасло и после его смерти Реза вырос в литовско-куршской среде Получил немецкое академическое образование и воспитание Его не упрекнешь в отсутствии прусского патриотизма Однако в автобиографии он называет себя происшедшим из литовского рода Людвиг Реза узрел сей мир в деревне Карвайчий Неподалеку от Йоткранти, деревни погибшей под песчаной дюной Его отец был береговым смотрителем и корчмарем, а мать дома присматривала за большой семьей и вела хозяйство Людвигу было всего 4 года, когда мама умерла, а через пару лет ушел на небеса и отец Мальчика взял под свою опеку Криступ Довид Виттих Священник, служивший на другом берегу залива, в деревне Каукеной, где жили одни малолитовцы Он обучил Людвига грамоте, а позже устроил жить и учиться в латинскую гимназию Лебенихта в Кёнигсберге Затем Реза поступил на богословский факультет Кёнигсбергского университета Изучал теологию, а также античные и восточные языки, философию, историю, риторику Во время учебы Реза наверняка навещал своего опекуна, которого к тому времени перевели служить в Йоткранский приход Окончив университет, Реза несколько лет репетиторствовал Был армейским капелланом Ему довелось побывать во многих странах Свой опыт он описал в дневнике военного времени записки капеллана В 1807 году он защитил диссертацию о толковании морали в священных книгах по Канту А через три года опубликовал научный труд о первых шагах христианства среди литовцев В том же 1810 году стараниями Резы учреждено литовское библейское общество Подготовленная Резой Библия стала эталоном литовского письменного языка XIX века Он защищал права литовского народа, его престиж Добивался его равноправия с так называемыми народами высокой культуры Реза скончался 30 августа 1840 года в Кёнигсберге Достойно упоминания, писал Реза, что в наших песнях-дайнах преобладает целомудренная добродетель, уважение к нравственности и приличиям Мы не найдем ни одной, даже самой махонькой песенки, в которой авторы неприличными намеками переступили бы границы пристойности и скромности Напротив, в них часто заметна высокая нравственная чувствительность, свидетельствующая о благородстве народного характера Накопившаяся боль, нежная меланхолия осеняет эти песни, блаженные вуалью печали Любовь тут не обузданная страсть, но то возвышенное, святое, природное чувство, которое позволяет неиспорченному человеку почувствовать, что нечто более высокое, божественное, таится в этой прекрасной склонности души Реза писал, народная песня – это драгоценнейшая жемчужина души, и если народ погибает, нередко он еще долго живет в своих песнях Людвиг Реза – единственный писатель, который в то время мог засвидетельствовать подлинный дух края Не мимолетное впечатление путешественника, взгляд чужака, но уникальный опыт жившего здесь человека Сама жизнь Мартина Людвига Резы становится текстом, свидетельствующим о трагической истории Карвайчей Ни один биограф, решивший осветить жизнь этого писателя с курской косы, не избежит рассказа о утонувшей деревне Именно в этот момент, когда песчанное море уже лизало фундаменты самых дорогих домов в Карвайчей, родился Людос Реза Пишет ученый швейцарского происхождения Йозас Эритас Исследователь творчества Резы прежде всего соотносит с родным краем Первым в Литве берется анализировать стихи, посвященные отчизне – утонувшая деревня и могилы Карвиты Йозас Эритас пишет, он родился, чтобы, увидев, как умирает его отчизна, похоронить ее и оплакать Появившаяся в Йодкаранте Корчмат способствовала развитию поселка В нее по дюнам протянулись новые дороги, в ней можно было отдохнуть и покушать Она стала важной точкой для путешественников в такой песчаной пустыне, какой была Курская коса с 17 по начало 19 века Эдуард Штельмахер из Телезита купил казенный трактир и для удобства дачников открыл в нем гостиницу Куришер-Хоф, Курский двор Долгое время это была единственная гостиница в Йодкаранте Гостиница стояла на пригорке чуть подальше от берега залива, у старого Клайпецкого тракта, который вел из Йодкаранте к морю Сын Эдуарда Луиз продолжил семейную традицию, развив гостиничную сеть На земле, подаренной семьей штельмахеров, были выстроены купальни Луизы, один из первых спа в Восточной Пруссии В 19 веке в Йодкаранте из-за ее неповторимого ландшафта, созданных в то время традицией отдыха и популярности, сравнивали с французской ривьерой Усилиями сметливых местных жителей Йодкаранте из маленькой рыбацкой деревушки за несколько лет превратилась в курорт европейского уровня, чей золотой век длился до конца Второй мировой войны Она славилась не только роскошными вилами, купальнями, ресторанами и магазинами, но и лесными прогулочными тропами Строились дома отдыха, формировался район дорогих вилл Вилла Монбежо, вилла Леобел, вилла Линанна, вилла Сильванна, вилла Элизабет А те, что сохранились до наших дней, стали настоящей гордостью Йодкаранте В 20 веке инфраструктура города Йодкаранте уже не уступает лучшим европейским курортам Электрифицированы гостиницы и часть вилл В гостиницах появилась горячая вода На взморье вырос торговый комплекс Отто Визенберга В Йодкаранте отдыхают представители среднего европейского торгового слоя и академических кругов С 1881 года сюда приезжал на лето известный немецкий ученый, профессор Адальберт Бетценбергер Которого очаровала не только здешняя природа, но и языковое, историческое, этнографическое прошлое края Он приобрел в Йодкаранте свою собственную дачу, вилла Лили Профессор Бетценбергер считается родоначальником академической балтистики Он анализировал различные вопросы литовского языка Наречия прусских литовцев, язык рыбаков куршской косы, куршей Он, как и Реза, собирал связанные с этим фольклорный и этнографический материал Записывал народные песни В первой половине 20 века Йодкаранте была популярнейшим курортом Балтийского взморья Здесь действовало 5 гостиниц Было 20 вилл и пансионатов Отдыхающие останавливались и в уютных рыбацких домиках После того, как в 1923 году поселок стал литовским курортом Не изменилась ни его жизнь, ни контингент отдыхающих Из Клайпиды, Кёнигсберга, Тильзита Это был довольно-таки дорогой курорт Даже литовскому президенту Антанасу Сметоне он был не по карману Когда к Литве наконец отошел Клайпидский край, курорт Йодкаранте Рекламировали как оздоровительный комплекс Здесь рекомендуется пожить выздоравливающим, легким ревматиком Больным насморками дыхательных путей и нервным личностям Кроме моря и пляжа вы сможете пользоваться находящимися здесь Модерновыми теплыми купальнями, илистыми, угольными, паровыми и электрическими ваннами Писало рекламное издание «Литовское взморье» Кроме современной инфраструктуры отдыха, курорт предлагал походы на дюны в окрестностях Йодкаранте Прогулки по рыбацким деревушкам Люди поняли, как благотворно влияет на здоровье морской климат Рассеянные в воздухе сянгеря биологически активные вещества Прекрасные виды В лесу было проложено более 40 километров прогулочных троп Построены обзорные площадки, башенки и даже панорамная смотровая площадка имени Рудольфа Вернера Павильон на холме По утрам и вечерам отдыхающие встречали и провожали солнце Следили за бродящими по заливу лосями Любовались проплывающими пароходами и яхтами Вечерами слушали камерные концерты Самым шумным акцентом были танцы в гостинице «Куржский двор» На которых играл оркестр Клайпетского музыкального театра А в межвоенное время часто выступал Даниэлюс Тольскес И джаз ресторана «Метрополь» Во второй половине XIX века развитие поселка определяли не только темп роста курорта Но и деятельность компании по добыче янтаря «Штейнтер эндбеккер» Компания выкопала и обустроила землечерпательный порт «Янтарную бухту» Вырытым грунтом засыпали часть омываемого побережья Финансировали строительство пароходного причала В центральной части Йоткранти выросло нарядное административное здание компаний Подарили Йоткранской кирхе новый орган Компания прославила поселок на весь мир Потому что янтарь экспортировали в большинство стран света Красочной была и жизнь рыбацкой деревушки Йоткранти Увы, войны вымели сложившуюся за столетия деревенскую общину Сторожилы сбежали на запад или эмигрировали туда позже В экспозиции музея культурного центра Людвига Резы Внимание привлекает фотография, на которой мы видим паренька с трубкой Фрица Пелейкиса Мальчик очень хотел стать рыбаком Таким, как его отец Он разыскал старые отцовские башмаки, трубочку Нахлобучил на голову рыбацкую шляпу, которая была ему велика И не снимая сшитого мамой фарточка, без которого нельзя было помогать по хозяйству Рассказывал по деревне, заговаривая со старыми рыбаками Я Фриц Пелейкис, мне уже 4 года Мой отец рыбак, я, когда вырасту, тоже буду рыбаком Мне уже подходят отцовские башмаки и рыбацкая шляпа А его трубку я сам нашел Какой же настоящий рыбак без трубки? После обеда, когда вся работа сделана, я хожу по деревне и по берегу Толкуем с рыбаками О том, о чем, о погоде, ветрах, рыбе Старики усмехаются, но со мной поболтать рады Отец подарил мне маленькую сеть Вечером мы вместе закидываем ее в залив Утром возвращаясь в ночной ловле Отец будит меня, и мы идем вытаскивать сеть Добрая у меня сетушка Среди маленьких рыбешек почти всегда попадается крупная рыбина Она больше даже рыб, пойманных отцом Рыбу я отношу к виллам Там продаю ее господам приезжим Домой переношу монету Отец говорит, что я настоящий рыбак И что скоро мы с ним поплывем рыбачить в залив Я жду, не дождусь этого дня Об этом персонаже с теплотой отзывались почти все бывшие жители деревни Или их дети из Германии, Канады Навестившие после восстановления литовской независимости Свои родные места Или места своих родителей и прадцов Они рассказали и о коммерции пелекисов Когда отец, возвращаясь с утренней рыбалки Кидал в расставленные сынишкой сети угря или карпа покрупнее А позже шел вместе с ним вытягивать сети Затем мальчик топал в район вилл продавать наловленную им добычу Встретив такого красочного персонажа Отдыхающие нередко переплачивали ему Семья пелекисов после войны оказалась в Германии Фридс Пелекис стал рыбаком и всю жизнь рыбачил на Балтийском побережье А с фотографией на нас глядит четырехлетний Фридс Пелекис Сын рыбака, любящий своего отца, стремящийся, как и он, стать рыбаком из Юаткранте На рыбацкой стороне поселка мы найдем и каменную кирху Юаткранте Перестроенную в 1885 году из деревянной церкви Она выросла на священном месте древней языческой веры В Старой Дубраве В то время писали, идучи к кирхе, справа будет дом настоятеля По-литовски – Клебания Далеко от улицы, в большом густом саду В нем стоят еще несколько дубов с огромными кронами Годовые кольца возрастом в 600-700 лет Доказывают, что они росли уже тогда, когда обосновавшийся здесь Тевтонский рыцарский орден крестил Пруссов Дуб в обхвате достигает трех метров Два других, что поближе к кирхе, кажется еще толще Пейзаж современной Юаткранте трудно представить без деревянных скульптур горы-ведьм Философ, писатель, музыкант, культур-триггер, хранитель литовской культуры Ведунас Вильгельма Стороста Вместо всего прочего пытался вернуть к жизни традицию празднования Рос По-литовски Расус, Иванов день По совету Ведунаса в день празднования пятой годовщины соединения Малой Литвы с Великой Литвой На горе Евы в Юаткранте был посажен дуб свободы По разным случаям члены малолитовской организации Сантера сажали памятные деревца, украшали свой край Больше всего памятных деревьев члены Сантеры посадили на горе Рамбинос и в Юаткранте на горе Евы Гора ведьм и сегодня один из наиболее посещаемых туристических объектов в Юаткранте Праздничный вечер на Балтийском море, 1798 год Усталый день уж гаснет в отдаленье, укрыв пурпурной шалью гребни волн балтийских Но до цесняками сембы еще мерцают факела процессии Вечерний гимн угрю поет рыбак, внесомый к берегу латчонки утлой Спешит усталый путник отдохнуть в умолкшую стыдливо деревушку Ночь застилает черную попоной унылый мир Хор птичий умолкает Лишь пастуха заливистый рожок с опушек и пригорков долетает Там, где, гляди, последний луч золотой сверкнул В пучину погружаясь уж новое родится бытие Денек ушедший провожает Но вот уж новый день встает из врат золотых Украшенный венком священных празднеств И к храму милому с псалмами на устах С молитвой поспешают поселяне Как в старь Господнем убаюканы покоем Лежат бок о бок князь, дитя и нищий Вот так заснем и мы, и малый, и великий Когда угаснет праздник жизни Но осиянная неярким горним светом Великая заря когда-нибудь настанет И нас, воскресших от земного сна С любовью позовет на вечный праздник Перевод Фомы Грека Другие исторические факты вы найдете Ознакомившись с литературой Использованной в подготовке к этому аудиогиду Ниоле Страхаускайте Золотой век курорта Йоткранте Йозас Гердзияускас Людвикас Реза Алдона Бальсявичине Сказки ведьминой горы Люди Черного берега Йовита Сауленине Йовеличество королева Пруссии Луиза Рокас Флиц Северная Сахара Моника Куткайтите Людвикас Реза Томас Дергела Малолитовец Людвик Реза Люция Цитовичуте Мартинос Людвикас Реза Арунас Бална Западный экспресс Айоткранте Шварцорте Прусском элитном курорте Части первая и вторая И другие рассказы Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин